Друзья, всем большой привет! С вами Ирина и вы на канале Ирина из Могилова. И сегодня мне хочется поделиться с вами своими покупками с Вайлдберрис и Озон. Давненько, по-моему, не было подобного видео на моем канале. Покупки у меня накопились и в одном видео, наверное, даже все не поместится, поэтому в скором времени ждите вторую часть. Очень много всего будет в этом видео и одежда, и кое-что из организации пространства, и кое-что из ухода за собой, даже нижнее белье. Поэтому не пропускайте, смотрите обязательно до конца, и, конечно же, подписывайтесь для того, чтобы не пропустить новые видео. Также хотелось вам напомнить о тем, кто не знает, и объявить о том, что у меня есть еще два канала, влоговый канал и книжный канал. Ссылочки внизу, на Яндекс.Зен ссылки также внизу, и на Телеграм-канал ссылка также внизу. Вся важная информация, плюс все ссылки на все товары, которые я сегодня вам буду показывать, все находится внизу в инфобоксе. А начать мне хочется с мега выгодной покупки. Я не раз вам говорила о том, что я, конечно же, люблю, да, как-то любая, наверное, девочка, люблю делать покупки, люблю что-то покупать, искать то, что мне нужно лазить на маркетплейсах. И прекрасно понимаю сейчас, что на маркетплейсах, в принципе, можно найти, наверное, больше ассортимента, чем в любом торговом центре, в любом магазине. Но помимо этого, я также вам не раз озвучивала, что я люблю делать покупки очень и очень выгодно. Я ловлю какие-то акции, снижение цены, запрашиваю скидку. Для меня это какой-то особый интерес, что ли, особое удовольствие, потому что, в принципе, по большой цене, по завышенной цене, да, так скажем, не мудрено, наверное, что-то купить. Мне интересно покупать что-то очень бюджетное, но при этом очень качественное. И первое, что я вам покажу, это как раз-таки товар из этой категории. Я себе купила вот такой вот свитер. Он, конечно, здесь немножко помятый. И все, что я вам сегодня буду показывать, я, естественно, покажу вам уже, ставлю видео, покажу на себе. Поэтому вы увидите, как это все на мне смотрится. И этот свитер стоил, не знаю, сколько стоит сейчас, но я его покупала за 698 рублей. 700 рублей, вот такая красота. Мне захотелось чего-то яркого на весну. Наверное, мне так хочется именно попасть в весну. У нас до сих пор холодно с угробой, и вот такой яркий цвет, он мне прям как-то поднимает настроение. В общем, свитер здесь с горлом. Он идет размером, по-моему, оверсайз. Да, один размер 42-48. Я ношу где-то 50, некоторые вещи 52, но мне он хорошо подошел, как мне кажется. Вы уже оцените именно на вставочке. У данного свитера спущено плечико. На концах рукавов вот такая резиночка. И внизу на свитере тоже есть вот такая резиночка. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь указано. Свитер женский, цвет фуксия. Размер единый. И состав 30% шерсть. И 70% акрил. Он очень-очень мягкий, очень классный, очень приятный к телу. В общем, я в него влюбилась. Как бы вам так его подальше показать. Вот так вот он выглядит. Я в него просто влюбилась с первого взгляда. Причем в карточке товара, то есть у этого продавца был еще один свитер в таком же оттенке. И по такой же цене, практически по такой же цене, я очень долго выбирала, какой именно взять. В итоге заказала два, померила и поняла, что вот этот на мне сидит намного лучше. И вот с огромным удовольствием, кстати, пока еще не носила, так как ждала, когда сниму видео. С огромным удовольствием буду я его носить. Потрясающий свитер и по качеству хороший, по цвету, по фасону, по форме. Вообще никаких претензий нет, я просто влюблена в него. И раз уж мы с вами заговорили об акциях, о скидках, об экономии, мне бы хотелось с вами поделиться еще одной своей находкой. Я очень долго думала, как же мне дополнительно экономить на покупках. Как я вам сказала, покупки я очень люблю и очень много, что заказываю именно с маркетплейсов. Поэтому для меня стала такой основной задачей найти банк с системой кэшбэка, чтобы кэшбэк был максимальный, чтобы выгоды были по карте максимальные. И я такую карту для себя нашла, я такой банк для себя открыла. Это Тинькофф Платину. Ни для кого, наверное, не секрет, что Тинькофф это самая, наверное, топовая карта банка, которая действительно по максимуму нам отчисляет кэшбэк. Здесь есть как и просто кэшбэк до 30%. Здесь огромное количество магазинов-партнеров. И это очень классно, потому что не все банки дают действительно большой выбор магазинов. Очень часто это бывает сильно ограничено. И просматривая этих партнеров, я понимаю, что в эти магазины я не хожу, покупки я с этих сайтов не делаю. И, соответственно, вернуться мне ничего не может, так как я не покупаю. Но здесь действительно очень большое количество магазинов. Также есть, насколько я знаю, в ленте в пятерочке, это рассрочка на оплату товаров. Есть 15% за покупки билетов в кино, в театры, на концерты через приложение Тинькофф. Также бесплатные переводы до 50 тысяч на карты других банков. И, конечно же, бесплатная доставка. Плюс еще бесплатное обслуживание. Я вам предлагаю воспользоваться моей находкой, моим открытием. Я оставлю вам ссылочку внизу. Проходите, регистрируйтесь, заказывайте себе карту. И при регистрации по моей ссылочке вы получите в течение первого месяца при покупках на 7 тысяч рублей кэшбэк 3 тысячи. Плюс вечное бесплатное обслуживание этой карты. Разве это не шикарные условия? В общем, я уже с Тинькофф платином уже получаю выгоды. И вам советую заняться тем же самым. Потому что это действительно выгодно. Это действительно экономит. И очень приятно получать возвратом вот эти деньги, которые ты тратишь на покупку. Их можно, в принципе, потратить еще раз на какие-то другие уже покупки, на другие свои хотелки. Поэтому ссылка внизу. Проходите, регистрируйтесь, заказывайте и получайте такую же экономику, как начала получать и я. Так, ну а мы с вами идем дальше. И следующее, что я вам покажу, это будет такая моя тоже некая находка. Потому что я очень долго искала какой-то органайзер, какую-то полочку, какую-то подставочку для парфюмов. Вы все прекрасно видите, когда я снимаю видео вот на этом фоне, что сзади стоят мои парфюмы. Их много. Вот где-то я какие-то полочки придумала, как вы видите, да, чтобы немножко поставить парфюмы на пьедестал, чтобы удобнее было доставать, удобнее было пользоваться. И, в принципе, чтобы видеть их все. И в последнее время я задачилась таким вопросом, что же мне такое придумать, что же мне такое найти и купить, для того, чтобы мои парфюмы красиво смотрелись и удобно доставались, удобно было использовать их. И я нашла очень многое, что я пересмотрела. Я нашла вот такую красоту. Это вот такая вот лесенка из акрила сделана. Мне так понравилась эта конструкция. Она просто идеально, как вам сказать, я себе нарисовала, естественно, в голове картинку, когда искала, да, что-то подобное, картинку, что бы я хотела видеть. И вот эта конструкция, вот этот органайзер, вот эта подставка, она просто идеально вплелась в мою картинку. То есть она как будто материализовалась. Очень-очень классная штука. Я думаю, что многие воспользуются этой ссылочкой, потому что это действительно просто находка. Я знаю, что девочки очень любят парфюмы. Я в том числе, как вы видите, да, у меня их много. И поэтому, у кого есть своя коллекция, то я думаю, вам это пригодится. Вот так выглядит конструкция, состоящая из трех лесенок. Вот такие вот ножки. Сейчас покажу, что было еще в комплекте. Шел вот такой вот пакетик, где были вот эти вот болтики, что ли. Я не знаю, как они, честно говоря, правильно называются. И есть отвертка, да, для того, чтобы специально вот как бы собирать, то есть под размер вот этих болтиков. Я собрала все сама, никакая мужская помощь мне для этого не потребовалась. И я постараюсь вам тоже снять видео уже, то есть вставить сюда кусочек видео, как это все смотрится именно на полочке. Одну полочку освобожу и вот поставлю парфюмы именно на эту лесенку, на эту подставку. Посмотрите, какая разница, как было до и как стало после. В общем, я довольна. Я сначала заказала одну, примерилась, посмотрела и потом заказала еще три. Так как у меня четыре получается вот таких вот окошечка с парфюмами, четыре полочки, то у меня уже четыре вот таких вот, пока только собрана одна, но четыре вот таких вот подставки для парфюмов. В скором времени очень многие, кстати, меня спрашивают, когда я сниму видео со своими парфюмами. Вот как только я все организую, все поставлю, я обязательно сниму видео о своей коллекции парфюмов. Так, дальше давайте я вам покажу кое-что из такой мелочевки, что-то из ухода за собой, что-то из косметики. А потом мы с вами уже переключимся на одежду, потому что ее больше в этот раз. Так, купила я вот такой вот воск. Он, по-моему, предназначен для брекетов, для снятия раздражения и боли от трения десен и губ. Все цены, как вы видите, я подписываю. Сейчас я уже не знаю, как это правильно называется. Ортодонтик, вокс, в общем, вот такая упаковочка. И купила я, знаете, для чего? Брекетов у меня нет, но у меня откололся зуб. И один край этого зуба очень-очень острый. И доходило до такой степени, что у меня прямо на языке в этом месте образовалась мозоль. Было очень больно разговаривать. Возможно, даже в последних видеороликах моих вы поняли, что у меня немножко заплетается язык, потому что действительно очень больно было разговаривать. Не все звуки я проговаривала, не все слоги, не все буквы. И решила попробовать вот эту штуку, но по факту она не подошла. Я не знаю, конечно, как она фиксируется на брекетах, но просто так ее куда-то налепить, как бы вот именно на зуб, для того, чтобы вот этот острый край не выпирал. Немножко его сгладить у меня, в общем, не получилось. Пустая трата времени. У меня ни у кого брекетов нету, ни в родне, ни знакомых, по-моему. Поэтому, не знаю, наверное, пока будет лежать. Возможно, просто выброшу. Дальше из косметических покупок я сделала вот такую покупочку. Это у нас Evaline Cosmetics. И это у меня активная сыворотка для ресниц 3 в 1. Но я всегда, очень, ну не всегда, наверное, да, но очень долго, очень много лет пользовалась подобной сывороткой. Я ее наношу не просто как сыворотку для роста ресниц. Я ее наношу и использую именно как базу под основную тушь. И с чем я столкнулась? Я зашла в Улыбку Радуги, не нашла эту сыворотку. Я зашла в Макнит Косметик, не нашла эту сыворотку. И поняла, что, в принципе, я где-то ее, ну, в прямом таком доступе не вижу. Залезла на ВВ, конечно же, там она была. Я ее купила. Она, наверное, всем вам известна. Просто вот хочу сказать, кто ее, может быть, потерял в обычных магазинах. Вот так она выглядит. Я уже очень-очень давно ей пользуюсь. Ну, уже, наверное, с месяца точно. Кто ее потерял, имейте в виду, на ВВ она есть. Она оригинальная, хорошо также прокрашивает. Такая же кисточка, все шикарно. Я очень-очень довольна. Дальше кое-что вам покажу из таких маникюрных принадлежностей. Потому что я до этого раньше всегда ездила на маникюр. И в последнее время мне захотелось самой попробовать. То есть я раньше в свое время делала маникюр сама себе гель-лаком. Но потом как-то, я не знаю, то ли у меня какие-то лаки начали попадаться такие, что мне все откалывалось, у меня все отходило. И, в общем, я очень долгое время, наверное, год или два ездила к специалисту на маникюр. Но в последнее время мне стало очень интересно, получится ли у меня, смогу ли я. И, в общем, я все для этого закупила. Вот сейчас маникюр, который у меня на руках, вблизи показывать не буду, потому что это не идеально. К сожалению, надеюсь, что пока не идеально, чтобы в дальнейшем все исправится. Ну, в общем, я закупилась кое-чем для того, чтобы пробовать самой что-то делать с ногтями. Первое – это средство для обезжиривания, снятия липкого слоя и дегидрации ногтей. В общем, такое средство 3 в 1. Здесь 130 мл. Вот так вот это все выглядит. Это очень хорошая штука. Я обезжириваю ногти перед нанесением лака. В принципе, мне нравится. Лака она, кстати, не снимает. То есть, обычный даже лак не снимает. Это именно средство для обезжиривания ногтей. И кое-что, значит, из самих лаков. Давайте я покажу. Первое, что я купила – это размягчитель и удалитель кутикулы. Супер Пантенол QTX. Называется бренд. 15 мл. Вот так вот вам поближе покажу. Надеюсь, видно. В общем, такое средство. Ну, я поближе вам засниму, чтобы показать, какая там консистенция, насколько жидкое средство. В общем, вот такое средство первое купила. Дальше я купила камуфлирующую каучуковую базу с шиммером в розовом оттенке. Я пока не беру такие яркие. Вот так вот она розовенькая выглядит. Довольно густая, как вы видите. Не беру пока яркие оттенки, потому что у меня проблемы с тем, чтобы ровненько нанести возле кутикулы лак. Поэтому мне нужно что-то такое очень-очень нейтральное, бледное, чтобы можно было как минимум хотя бы видео снимать, чтобы не ездить на маникюр. В общем, такое, где не бросается в глаза именно вот эта граница. И я взяла еще топ тоже от QTX. Топ без липкого слоя. Diamond 15 мл. Он уже мне пришел в коробочке. Все предыдущие средства мне приходили в пакетиках. Ну и в принципе он выглядит точно так же. Только у него такая вот фиолетовая получается этикеточка. Я осталась довольна. Мне все нравится. Я уже поносила и эту базу камуфлирующую. Я ее носила именно как основной цвет. И сейчас на ногтях у меня кое-что другое. Я поняла, что та база, она все-таки немножко более тонкая. И в связи с тем, что я очень долго делала гель-лак. И когда я его сняла сама, я поняла, что ногти у меня просто как пластилин. Они просто вот, я нажимаю, они просто сгибались. То есть очень-очень стали тонкие. И хотела попробовать, кстати, обычными лаками пользоваться. Но хватало буквально на полдня. Потому что начинались сколы. Я понимала, что это вообще не мой вариант. Если мне приходится снимать, мне нужно, чтобы мои ногти были в более-менее нормальном состоянии. Поэтому я кое-что себе еще прикупила. Вот такое средство от Mico Professional. Так, вот так вот вам поближе покажу. Оттеночек 37. И это у нас гель однофазный. Для укрепления и ремонта ногтей. 15 грамм. Здесь, там есть, кстати, разные объемчики. Он вот такого вот цвета. Ну, как раз-таки вот в два слоя я его нанесла. Я надеюсь, что вам, в принципе, будет видно. Разные есть оттенки. Есть с шиммером. Есть без шиммера. Разные объемы. Большие, маленькие баночки. Я его протестировала. Мне понравился. Он действительно укрепляет. То есть, я вот понимаю, что ногти у меня просто не сломаются. Просто так. Когда я накрасила, попробовала обычным лаком, то у меня просто переломались остатки. Вот, кстати, поэтому я вот без ногтей. Ну, не то, что без ногтей, да? А с очень короткими ногтями. В общем, вот такая у меня закупка была по продуктам, связанным с маникюром. И идем с вами дальше. Давайте, наверное, сейчас вам покажу нижнее белье. Нижнее белье, конечно же, я показывать на себе не буду. Демонстрировать вам все остальное, как я говорила, всю одежду я вам обязательно покажу. А вот нижнее белье уж, простите, извините, но не буду. Я купила такой набор трусиков. Трусы женские, стринги. Набор из четырех штук. Кода лайф. Размер 3XL. И тут разные цвета. Состав нейлон 88%, спандекс 12%. Еще раз напомню, да, что ссылочки все внизу. В общем, здесь был такой наборчик из четырех трусиков. От ней я уже взяла в носку. Мне нужно было понять, да, насколько они хороши, насколько они удобны, комфортны, насколько они по размеру. И я осталась очень-очень довольна. В общем, у меня было еще, по-моему, вот что-то типа такого цвета, только темнее. Такой цвет, пудровый цвет, пудровые розы, что ли. В общем, такой вот темнее, темно-темно такой розовый. Его я именно взяла на такое тестирование. В общем, вот такие трусики. Это действительно стринги. Они очень мягкие, они очень удобные. Именно в носке не всем нравится такой план трусики, потому что, ну, некоторым не очень удобно, не очень комфортно их носить. Но вот за счет того, что они очень-очень мягкие, их действительно не чувствуешь на себе. Здесь вот такая плотная резиночка, что очень хорошо. И вот сам материал тоже очень такой прям мягенький, тянется. И хлопковая, кстати, ластовица здесь, да, обращаю ваше внимание, что тоже очень-очень классно. В общем, набор из четырех трусиков, цену вы видите, мне очень понравилось. Тоже могу от себя порекомендовать. И еще из нижнего белья я купила себе бюстгальтер женский, бесшовный, черный, XXL, состав 65 полиамид процентов, да, и 35 эластан. Я себе подобный бюстгальтер уже покупала, но немножко ошиблась с размером. Он мне был чуть-чуть маловат именно в чашечках. И поэтому я его отдала своей дочери, он ей хорошо подошел. И себе заказал, естественно, другой. А почему я себе перезаказал? Потому что, когда я его мерила, да, и как бы, ну, попробовала, да, носить, понравится, не понравится, я поняла, что это действительно очень круто ощущается. Как будто бы ты вовсе без нижнего белья. Я такой человек, мне очень вечно то косточки давят, то, в общем, сама застежка давит. В общем, мне некомфортно. И я сейчас в поисках вот такого комфортного белья, разных моделей, разных видов. И вот один, как минимум, одну, как минимум, модель я для себя нашла. Вот так вот выглядит этот бюстгальтер. Он с чашечками. Вот там, тут чашечки, но они такие довольно мягкие. И это размер, как я уже вам сказала, XXL, да, по-моему? Да, вот XL я взяла, он немножко в чашках был маловат. В объеме хорошо, в чашках было маловат. Я очень осталась довольна. Вот он действительно без косточек, без швов, абсолютно ровненький. Так удобно его носить, так комфортно. Ты ничего не чувствуешь, тебя ничего не стесняет. В общем, это просто вот моя находка. Тоже от души вам совет, кто не любит косточки, не любит швы. Это прям действительно выход из положения. Так, идем с вами дальше. Кое-что я купила для себя. Так, наверное, сейчас я на плечики повешу, чтобы вам удобнее было смотреть. Так, все, на плечики повесила. Купила, в общем, я себе вот такую тунику. Очень давно хотела, очень давно просматривала, наконец-то приобрела. Очень бюджетный вариант, но, в принципе, здесь есть, конечно, какие-то недочеты. В плане вот каких-то ниточек, которые торчат, да, их, в принципе, можно обрезать. Для меня это не критично. Но по качеству претензий никаких нет. Все вроде ровненько прошито. Так, сейчас я вам покажу, да. Ровненькие швы. Все очень-очень классно. Приятный цвет. Кстати, расцветок там очень-очень много. И размер я взяла, вот сейчас постараюсь найти, не знаю, есть ли здесь что-нибудь, потому что вот пакет уже исчез. В общем, размер я вам подпишу 50, либо 52. Я подобные вещи для домашней носки беру обычно на размер или на два больше. Здесь вот такой вот, ну, примерно до локтя, наверное, вот так вот рукав. Есть кармашки. Вот так вот выглядит, да. И низ у него, как бы вам показать. В общем, нижняя часть чуть, задняя часть, она чуть длиннее, чем передняя часть. И все, все бы ничего, мне хорошо подошло вообще в данное такое платье, данная туника. Хорошо села, размер я угадала. Но единственное, что я не угадала, немножко рост. Потому что рост у меня метр пятьдесят восемь. И на мне это смотрится, ну, вот как-то не очень. То есть это ниже колен, сзади, по крайней мере. Я поняла, что я так даже дома ходить не хочу. Мне некомфортно, мне не нравится. И я поэтому отдала дочери. Дочь примерно где-то на сантиметров восемь, наверное, выше меня. На ней смотрится уже абсолютно по-другому. Поэтому я отдам эту тунику, это домашнее платье. Ей, к сожалению, хотя вот вы знаете, мне прям очень-очень нравится. И расцветка очень нравится. И по качеству такой очень-очень комфортный. Прям ткань такая мягкая, приятная к телу. И оно очень красивое. И вы знаете, когда я смотрела фотографии именно пользователей в отзывах, я видела, что подобные вот платья, которые покупали люди, носят даже на улицу. То есть я видела фотографии именно на улице, на отдыхе, там на фоне моря. То есть эта штука очень такая универсальная. Я бы сказала, ее можно запросто как бы и дома носить в виде какого-то домашнего наряда. Так и можно, в принципе, выходить на улицу. В общем, вот такая штука. Единственная штука, как я сказала, вот с моим маленьким ростом. Немножко мне не подошло по длине, наверное. Но вообще штука классная. Так, дальше у меня здесь еще покупки. Покупки для дочери. Заказала ей две футболки. Тоже очень такие выгодные по цене. Все пришло мне вот в таком пакете. С замочком очень удобно. Футболка черная. Хлопок. Беланс. Так. И размер XL. Так. Она черная. Так. Вот так выглядит футболочка. Посмотрите, баланс написан на ней. Ну, в принципе, обыкновенная черная футболка. По качеству так. Сейчас я что-нибудь найду. Здесь у меня какая-то бумажечка выпала. Состав 92% хлопок и 8% лайкры. Вот. За счет этого она, в принципе, хорошо тянется. И я надеюсь, что на ней не будет, за счет наличия в составе лайкры, не будет она покрываться всевозможными катышками. Ну, вот внешне, честно говоря, очень хорошее качество. Мне действительно понравилось. И она, опять-таки, была очень-очень бюджетной. Да. То есть купить футболку, например, вот давайте швем тоже покажу. Купить футболку за тысячу, за полторы не мудрено. Да. Их очень много. Пожалуйста, плати и покупай. Но купить футболку более бюджетную и причем хорошего качества, это нужно поискать. Вот. Я нашла. Очень довольна. Дочке передам, отдам. И она будет с удовольствием носить. И купила сразу ей еще одну футболку, чтобы уж у нее была белая и черная. То есть мы, в принципе, просто недавно перебрались с ней полностью в гардероб. Поняли, от чего мы отказываемся. В общем, там практически ничего не осталось. Что-то стало маленькое, что-то стало старенькое. В общем, и вот решили полностью, как минимум, такие базовые вещи обновить в плане футболок. Так. Футболка женская, однотонная, базовая, сердце. Производитель Турция, между прочим. А предыдущая, вот сейчас специально решила посмотреть, это у нас Узбекистан. Да. Предыдущая черная, это производство Узбекистан. А вот эта беленькая, это уже производство Турция. Так. Размер. Состав хлопок стопроцентный. Размер XXL. Футболки я тоже беру всегда на размер больше. Иногда на два. Потому что, ну, во-первых, и размеры не всегда попадают, да. То есть идеально. А во-вторых, чтобы она была немножко такая более свободная. Это все-таки футболка, да. Такой спортивный стиль. И вот такая футболка тоже, как вы видите, такого базового белого цвета. Но вот есть небольшой принт. То есть, видите, я такого яркого ничего не брала. Чтобы можно было одеть под какой-то пиджак, да, в случае чего. Или там под куртку, чтобы это тоже ярко так. Чтобы это ничего не пестрело вот в этом месте. И вот, как вы видите, принт я тоже такой прям минимальный выбрала. И вот такая футболка. Ну, здесь, в принципе, все то же самое. Только качество другое. Здесь, конечно, сразу чувствуется, что это хлопок. И она очень плохо тянется. Вот здесь, возможно, будут катышки. Но производство Турция. В общем, не знаю, посмотрим, будет дочка носить. Потом посмотрю я, что по качеству лучше. Ну, за счет состава, я думаю, что немножко похуже все-таки будет. Хотя это более приятно так будет к телу, как мне кажется. В общем, вот такая базовая футболочка. Ну, и, наверное, напоследок, что вам еще покажу, это джинсы. Я себе заказала джинсы, вернее, вы знаете, как получилось? У меня дочь поехала в порт. У нас есть такой торговый центр большой в Казани. И купила себе джинсы за 1900 рублей. Я посмотрела в Альберис, подумала, я, наверное, смогу найти дешевле. И найду, наверное, что-то очень-очень похожее. Я, в принципе, нашла. Единственное, что я первоначально не угадала с размером. Заказала чуть меньше, чем мне нужно было. Потом перезаказала. И они мне пришли вчера. Только я их забрала. И так как сегодня уже хочу их надеть, поэтому мне нужно срочно вам все это показать. Так. Достаю джинсы. Пришло тоже все вот в таком зип-пакете. Что у нас здесь указано? Давайте посмотрим. Джинсы скини. Состав хлопок 98%. Фолостан 2%. Цвет черный. Размер 33. Страна Китай. Китайское производство данных джинсов. Черного цвета скини. Они с завышенной талией. Да. Потому что у меня есть как бы животик. Я не худенькая. И мне с заниженной талией. Или со средней посадкой тоже джинсы не подходят. Тут очень много таких вот как ярлыков навешано. Сзади есть карманы. Вот такая нашивка. С этой стороны тоже карман. В общем, перед выглядит вот таким образом. Ну и они такие вот по ножке идут. То есть они вот прям ножку облегают. Немножко мне, конечно, по длине они великоваты. Но это не критично. Рост у меня маленький. У меня все, в принципе, достаточно великовато в плане длины. Очень мне понравилось по качеству. Действительно, очень классно сели. Хорошо смотрятся черные. И я скажу наперед, что я заказала себе еще такие же. Только в ярко таком синем цвете. Чтобы было разнообразие. Мне тяжело подобрать джинсы. Потому что вот, ну, за счет того, что есть как бы все-таки небольшой животик. Ну, небольшой. Да я так думаю, да. Возможно, он большой. Но вопрос в том, что у меня то, что там налезает на попу, на ноги, у меня не налезает на живот. А то, что налезет на живот, иногда бывает так, что уже как-то свободно смотрится именно в районе попы. Поэтому вот эти джинсы сели очень-очень хорошо. Если у вас тоже такая не идеальная фигура, то я вам советую к ней присмотреться. Напомню, что ссылочки все будут внизу. Так, ну что, друзья мои. Вот показала я вам все. Поделилась, как уже сказала. У меня тут еще целая куча вот навалена. И нужно будет опять через пару дней садиться снимать видео. Все хочется заснять и вам показать. Я такой человек, который сначала любит все показать, а потом уже как бы начинать носить. Потому что если начнешь носить, то в нужный момент эта вещь окажется в стирке. То ты вообще про нее забудешь и не заснимешь. А все-таки классными покупками, классными идеями и классными вещами в плане качества цены мне, конечно же, как я уже говорила, хочется обязательно с вами делиться. Все, наверное, на этом я буду точно заканчивать. Спасибо, что были со мной. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если вам понравилось, если видео было полезным, я очень прошу вас поддержать меня пальчиком вверх. Напомню, что все ссылки вы найдете внизу в инфобоксе. Ссылки на мои другие два канала, ссылка на Тинькофф, Платином обязательно проходите. Это действительно круто, действительно заставит вас, не заставит, а даст возможность вас сэкономить намного больше, чем вы того ожидали. И, как я уже сказала, я уже активно начала делать покупки с этой картой. Конечно же, пишите комментарии, мне очень важна, очень нужна ваша обратная связь. Может быть, какие-то находки у вас есть. Делитесь тоже ссылками, делитесь, что вы покупали. Потому что это действительно классно. И очень часто я у кого-то из блогеров тоже вижу какие-то находки, что-то очень такое интересненькое. Сразу залезаю в Альберс, сразу смотрю, сразу заказываю. И потом уже делюсь тоже с вами. То есть, в принципе, мы вот так и как бы не то, что распространяем, рекламируем, а просто делимся какими-то интересными вещами, интересными находками. И также, конечно же, не забудьте подписаться на этот канал. Впереди еще очень много всего интересного. Как минимум, видео со всеми моими парфюмами, да, на новых полочках, на новых подставках. Все, теперь точно все, не буду больше болтать. Желаю всем отличного настроения, желаю всем удачных покупок и всем пока-пока.